Итоги работы здравоохранения Гродницкой области подвели на коллегии в университетской клинике. Вместе с тем наметили планы на текущий год. Во время заседания было отмечено, что за 2020-й в регионе снизилась младенческая и детская смертность. Удалось расширить перечень высокотехнической медицинской помощи. Был внедрён 41 новый вид сложных оперативных вмешательств. Кроме того, сформирована корпоративная VPN-сеть здравоохранения, в которую вошли 89 учреждений. 44 из них подключены к республиканской системе телемедицинского консультирования, что позволило своевременно и дистанционно оказать помощь в 11 тысячах консультаций. Мы будем изменять медико-экономические принципы финансирования через клинику затратной группы. И Гродинский регион, как и город Минск, является пилотным. В этом отношении 8 районов будут работать в этом направлении. И поэтому и та же IT-платформа информатизации, и потребующая все инновации, которые будут идти, это, безусловно, будет в том числе Гродинский регион. Но и требования к региону совершенно иные, как к пилотному, как к ведущему региону. В 2021 году планируется в регионе начать пилотный проект по скринингу рака легкого. По республиканским исследованиям он входит в четверку основных заболеваний. Безусловно, речь была и о пандемии коронавирусной инфекции. По официальной информации Министерства здравоохранения, число заразившихся снижается, поэтому многие больницы постепенно переходят в обычный режим работы. В пик заболеваемости в Гродницкой области более 40% коечного фонда были перепрофилированы под пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Были задействованы 2,5 тысячи врачей. Сейчас к привычной работе вернулись более половины от ранее перепрофилированных коек. Здесь надо в 2021 году активизировать усилия по диспансеризации пациентов с хронической патологией, то есть сердечно-сосудистой, онкологической патологией. Уменьшилась выявляемость онкологической заболеваний, что тоже понятно, люди стали реже обращаться, поэтому здесь надо будет предпринимать активные мероприятия по активному явлению пациентов с предопухольной патологией, с ранними стадиями онкологического процесса. Также запланировано повышение мобильности и создание опорных клиник. В Гродницком регионе их будет несколько. В Островецком районе одна уже функционирует, оснащаются больницы Лида, Волковыска и Гродно. Продолжается совершенствование диагностической лечебной работы и модернизации материально-технической базы. Запланировано строительство новых учреждений здравоохранения. Запланируется строительство новой городской клинической больницы по проспекту Янки-Купалы. В этой больнице будут открыты отделения, в перспективе будут открыты отделения, направленные в первую очередь на организацию оказания медицинской помощи населению третьего возраста, а также отделений с геронтологическим уклоном. Сейчас важнейшим социальным объектом здравоохранения остается онкодиспансер. Напомним, Гродненская область – единственная в стране, не имеющая такого специализированного учреждения. Строительство онкоцентра началось в 2019 году. Сдать его в эксплуатацию планируют в следующем. Проект рассчитан на пять очередей. Первое – это радиологический комплекс. Следующим будет строительство хирургического, вам потом диагностического и операционного комплексов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова